Субтитры создавал DimaTorzok Давайте начнем. Если кто-то зайдет, то пойдет на все. Вначале я должен сказать несколько общих флот, связанных с нашим проблемом, так сказать, гордость не только целуемой всей России. Хотя, казалось бы, этот факт известен и вроде бы описан в разных источниках, не подлежит сомнению, но до сих пор сохраняется много загадок. Ну, не так что очень много, но есть некоторые основные такие проблемы, которые не решались до последнего времени положительно. И, в общем-то, я попробую остановиться на них и осветить свое видение этих проблем. И надеюсь, что, может быть, где-то как раз решение будет этих проблем. после моего рассказа и, может быть, это все и поймете. Вот. Ну, это так для затравочки картинки, обычной картинки нашего проблем, известного краснокирпичного, который был построен вроде бы как итальянцем. Но, тем не менее, вот эти вот вопросы, которые главный вынес, видите, основными видениями, когда был построен крепость, до сих пор непонятно, где находилась двериатная крепость, которая была предшественницей каменного Кремля, и дальше там, видите, и сколько было башен у него, и вообще, как он был устроен в начале. Вот. Ну, сегодня мы все эти вопросы не сможем осветить, потому что проблемы глубокие, довольно глубокие. И попробую осветить только первые два из этих вопросов. То есть, а продолжение будет в конце номера. Значит, здесь, вы видите, я свел все воспоминания о строительстве Кремля, о различных летописях, хронографах, летописочках разных. Ну, и основное, как вы видите, деревянная крепость, вот средняя колоночка, в ней много пишутся, в общем, пишут, многие очень пишут про эту деревянную крепость, и в некоторых источниках пишутся, а на пятое вето поставили городка. И вот это как раз и является отсчетом, датой отсчета строительства Кремля. Вот на основе такой посреди довольно датой. То есть, впрямую не говорится, но говорится, что 1514 год, как историки высчитывали, это должно было начаться в строительстве Кремля. А завершение – 1520 году. К сожалению, в тульской краеведческой литературе еще до сих пор выплывает дата 1521 год. Неизвестно, о чем она основана, ну, туда-то. Потому что все летописи, ну, как бы, большинство летописей говорят однозначно, что это зима 1520 года. Вот я даже специально в правой колоночке, можете увидеть, специально выписал, когда именно в ходе летописей, когда это упоминается. То есть, это где-то между январем и мартом. В среднем, там, февраль, или после какого-то января, или после какого-то февраля. То есть, это где-то вот конец зимы, весна 1520 года. Но, к сожалению, это, как бы, не все. То есть еще есть вторая страничка. Вот. И три последние, три нижние строки, графы вернее. Это, как раз, непонятные сведения, иногда, которые вважаются в основе новых версий. Одна из них – это вот краткий Кирилл Глазевский летописчик, вроде бы который был написан в 30-е годы, то есть довольно быстро, почти по горящим следам. И вот эти известия, там, вроде бы довольно все хромологически вывязывается. Но стоит именно дата заплатки – это в 715 год или 1507. Вот. То есть, деревянная крепость в 1509, а вот поэтому не до 1000, то каменная уже заложена в 1507 грамм. И в результате появились различные версии. Ну, первоначально, вот деревянная крепость, которая была заложена, это еще в начале 19-го века. Известный русский просветитель Василий Левшин предположил, что деревянная крепость – это как раз, вот эта вот, к сожалению, надо было укаживать. Нижняя часть вокруг Кремля – это вот деревянный острог, который был возведен уже после каменного Кремля. Но он предположил, что это как раз изначально деревянная крепость, внутри которой был построен каменный город. Ну, и это даже вот долгое-долгое… Ага, спасибо, если что. Долгое-долгое – это, вот видите, даже еще и в книге 1994 года, реконструкция нашего земляка Кременко. Вот такая вот красивая деревянная крепостца идет. Ну, тоже, говорится, Кремля – он был поклонником этой версии. Однако в середине 20-го века архитектор Клосточкин, он историк архитектуры был и довольно сильный специалист, он сказал, что вообще невозможно было построить в то время теми силами деревянную крепость настолько грандиозную, чтобы внутри ставить каменную крепость. И он предположил, что вот на основании этого Кирилла Глазецкого-летопейщика он предположил, что в 1507 году Кремль был заложен как камень, но потом, в 1509 году, продолжил он был как деревянный. Ну, а другой архитектор, пульский наш архитект, Александр Шевчук, он связал это с событиями истории России. В 1508 году было возобновлено строительство каменной Нижегородской крепости, и он предполагал, что вот этих пульских строителей угнали туда. Соответственно, туда начали продолжать в дереве строить. Ну, а потом в 1514 году они вернулись и продолжили опять каменные строительства. Ну, не знаю, насколько это все верно, были случаи действительно строительства подобным образом. Ну, например, Казанский Кремль строили вначале в дереве, и постепенно заменяли эти деревянные стены и башни каменными. Также это было на Псковской земле и город Бедов. В начале была построена одна каменная стена и три деревянные, которые потом со временем, в течение лет 100-150, заменили каменные. Вот, но здесь подобное строительство, оно немножко, ну как, оно немножко фантастично, потому что в Бедове том же заменяли, в Иоанна крепостца была поменьше, и там заменяли на протяжении 100 лет, в Казани тоже лет 20 строили, а здесь за какие-то там 6-7-8 лет поменяли в корне, так сказать, всю концепцию строительства. Ну и, конечно, доказать это археологически документально понятно невозможно, в документах об этом не сохранилось, археологически тоже, потому что если действительно происходило строительство на месте каменных стен, стоящих сейчас, ну если только найдутся какие-то, обнаружатся какие-то остатки неизвестных ранних укреплений, каких-то деревянных стен, ну что, в принципе, да, это вряд ли не возможно. Поэтому археолог Тульский Якимов Юрий Георгиевич, он предположил другую версию событий, он предположил, что крепость на самом деле деревянная была разбита, ну, вернее, как Кремль был заложен в 1507 году, вот здесь вот видите, это Кремль, а на другом берегу Упы, вот здесь вот, где сейчас оружейный залог, на так называемом старом Тульском городеще была заложена, ну, поставлена деревянная крепость для, так сказать, защиты, обороны каменного строительства. Ну, версия о старом Тульском городеще, ой, а вот, это вот справа, как раз Кремль попытался реконструировать крепость, но это больше все-таки напоминает Билибина или Воснецова Василия, то есть это более сказочное нечто. Я думаю, вряд ли ставили такие, ну, вернее, вот эта вот архитектура, она уже, наверное, взял, видимо, эти образцы из поздней деревянной архитектуры Сибири, Севера, которые сохранились до сих пор и в некоторых музеях остаются. Вот еще вид, как бы, у меня, а вот вид оружейного завода, и видите, вот возле здания оружейного завода маленькая церковь, которая, в общем-то, не стала, вот она, церковь воскрещения Кристалла, которая стала основой для версии старого Тульского городища. Эту версию старого Тульского городища и то, что там была древняя Тула, то есть Тула с 12-го века, но потом, видимо, на этом месте была разведена деревянная крепость в 16-м веке, вот, ее тоже в свое время озвучивал Василий Вершин, после того, как Афремов нарисовал уже глобальный план укрепления Тула, это стало таким каноническим и до сих пор продолжает бытовать эта версия, что, да, на правом берегу Группы. Но, к сожалению, археологических исследований там никогда не проводилось, но, ну, поскольку стоит оружейный завод, и территория-то режимная, значит, туда пока никого не допускают. Ну и, опять же, сейчас множеством построек оружейного завода, это, ну, скорее всего, уничтожено. Весь такой, ну, весь культурный слой, который мог бы там сохраняться. Но, исходя из таких, ну, просто общих таких археологических понятий, из понимания ситуации, все-таки на данном, ну, видите, берег довольно низкий, никаких возвышенностей, то есть древний город вряд ли мог быть построен на этом месте, поскольку, ну, древние русские города строили все-таки на верши, ну, на верхотуре, на каких-то таких возвышенностях, в возвышенных берегах, и, то есть древнего города там однозначно не могло быть. Что касается деревянной крепости, то у меня на этот счет есть свое мнение, значит, особое, которое сейчас я и озвучу. Значит, на самом деле, вот эта церковь, она как раз и стала таким вот краеугольным камнем в версии Старого Граница. Потому что эта церковь, ну, сейчас нам не очень хорошо видно, да, но я немножко, как бы, почитаю и озвучу. Значит, в Песовой книге, это один из вариантов, то есть подобные документы встречаются на протяжении 16-17 веков, и в таком вот сочетании, где-то, значит, на Пасаде, на Туле на Пасаде, за уплое, а то есть речки Тульцев, вверх в Копе, поверим, на старом натурском городнище, церковь теплая в видение Пречистой Богородицы. Ну, потом она вот была переосвящена во имя Воскресения Христова. Ну, и там здесь расписывается, что старое городище, ну, тульские песцы нержавые, которые отмеряли и записывали земли за разные категории населения, значит, эти песцы, старое городище, что усть речки Тульцев, отмерили под Новый Девичий монастырь. По длину сервис сажен, а поперёк 30 целых. Ну, где-то довольно большие пространства, ну, где-то, если брать сажен старого, как 2,16 метра, то есть, сами можете понять, то есть это где-то 150 метров, там, на сколько там, на 70 где-то, довольно большая атмосфера, но это ещё не всё. И там, на старом же городище Плодовике Тульцев, отмерено веденским попам, то есть, это вот эта кречка, которая при этой церкви находилась, значит, до Дьякона, Пономарин, Проскурница, под дворы, длину 30 сажен поперёк 10 сажен, пусть ещё, по примере земли, им, значит, со старого места снести, перенести на новое место, надо идти, свои дома. И отмерили против этого городища, за рекой Тульцев. Ну, я предполагаю, что это по правому берегу. Ну, берегу Тульцев, то есть, сама церковь и всё остальное, что меряют, это на левом берегу, а покосы, которые, например, ещё, это по правому. Ну, и дальше, от старого городища считают, где-то, и Киртули, там уже, у Руперни, там уже идут дома служилого населения, детей боярских и так далее. Ну, там она немножко прекращается. Ну, и вот из более поздних материалов, которые были опубликованы проявлены Троицким и Арсеньевым в 1888 году. Это подробные довольно книжки, соборы, святые храмы города Тула. И там вот, я чуть-чуть выдвинул, внизу, видите-ка, что соборевое воскресенье Христова, старого городища. И вот это, эти вот эти фразы, которые, то там, то тут, так сказать, по текстам документы мелькают. Вот это церковь старого городища, то есть церковь на старом городище, значит, здесь точно было городище. Но существует в той же самой книге 1888 года, приводится замечательный документ, в котором пишется, что Христоразвитинская церковь, села Челкового, в страну, в старом городище, закончен Далматовым, Карповым, значит, ну, приданный от жены, то есть он получил, приданный с женой, земли на селе Рождественском и Челково тоже. И самая последняя судьба, одна из человекных была, люди просили вернуть им кое-какие земли, и писали, что в Тульском уезде, в старом городище, то есть, обратите внимание, выше мы видим стану в старом городище, а внизу просто в старом городище, под самой стеной Тулы, значит, село Рождественское, а Челково тоже. Если мы посмотрим даже старую карту XVII века, ну, то увидим вполне неплохой разнос. Вот церковь Воскрещения Искова, и, соответственно, старое городище должно быть здесь. А это Челково, то есть, ну, я смотрел по современной карте, между ними где-же два километра, ну, это тоже старое городище, и это старое городище. В чем проблема? Кажется, да? Ну, два километра для городища – это все-таки слишком много. Мы не можем представить здесь порту и городище такого города. То есть, это мегагород, которого не существовало все-таки в свое время. А дело в том, что все эти земли относятся к стану старое городище. То есть, в Тулском уезде было несколько станов – Заупский, Заострожный, Нюховский, Глупинский и стан «Старое городище». И мы видим, что в других родниках, в пиццовых линиях, там, вот, например, описывается стан «Заупский» и пишут, что, ну, там, эти… В общем, дети боярские взяли и поменяли свое поместье в Заупском стане на поместье в Старом городище. И, как видите, люди, ну, пиццы, по крайней мере, не заморачивались тем, что стан «Старое городище» или «Старое городище» для них это было почти все равно. А дело в том, что эта ситуация, видимо, была настолько известна и писцам, и государевым людям, и вообще местному населению. И поэтому зачастую про стан, ну, вернее, как, про стан иногда упоминали, иногда, но часто нет. И получается, что все эти упоминания, вот я просто специально сделал, так сказать, несколько примеров этого, что вот эти упоминания без слова «Стан». И получается, что все эти земли находятся в Старом городище, а не на Старом городище, как могло бы сделать, в общем-то, ну, судя по логике, по крайней мере, Левшина и его последовательности. То есть, здесь же, вот, это отдельно описанный Старом, Старое городище, в котором около сотни деревень, сел, каких-то пустошей, ну, в общем, неимоверное количество земли. Но он описан в той же самой писцовой книге гораздо позже, чем описана была вот эта церковь, которая, ну, находилась на самом краю этого стана. Вот, видите, это вот другая часть, там мы видели, самый краешек, а это центральная часть этого плана, где вот как раз все прекрасно указано. Стан Старое городище и железные замоды возле Старого городища. Вот, а вот так выглядел сам, так сказать, непосредственно, Стан Старое городище. Вот здесь, самый краешек, это Цветное воскресенье, где-то вот село Челково, а сам стан, центр этого стана, было село Старое городище, которое располагалось возле Старого городища, ныне это Торховское городище называется, известным довольно давно, известным давно, ну, почти всем, по крайней мере, русским источникам. И таким вот образом получается, что эти земли, которые отмежевываются возле Тулы, принадлежа Стан Старое городище, но упоминаются, ну, как, недалеко от описания города. Вот возникает вопрос, а почему так могло возникнуть, то есть они как бы оторваны. Ну, видимо, в тех писцовых книгах как раз и говорится о том, что Старый собор Старого городища, то есть он незадолго до описания земель, до составления писцовых книг в 1588-189 году, и в писцовых книге уже называется Пустоши, что было село. Видимо, был перенесён на новые земли, но в пределах этого одного стана. Ну, а к тому времени, видимо, уже на Туле, вокруг каменного города, были поставлены стены острога деревянного, и соборную церковь уже, в принципе, некуда было помещать. Ну, опять же, как был отстроен в центре Кремля, был отстроен новый храм, а старый храм поместили как раз на правом берегу Упы, но недалеко от Кремля, и соединял их между собой мост, в принципе, собор оставался практически в центре, ну, как бы, возле центра, недалеко от центра. Ну, а потом, впоследствии, эти земли вместе с храмом отнеживали в другой уезд, и само название осталось. И получается вот такая петрушка через полосицы, что вот этот вот кусочек, ну, не уезд, или стан другой, вот этот кусочек, он оказался в этом, это что, в заострожский стан, а остальной, значит, стан, старое городище, остался таким компактным кусочком. Ну, с чем это было связано, пока не понятно, и в связи с этим, я думаю, можно будет отрывок из Песцовой книги, ну, 16 века, можно будет читать, вот, вставляя перед каждым упоминанием старого городища стан, и тогда начинает все, так сказать, связываться. Вот, если вверх, по луке, по берегу, на стане, на старом городище, на пульском городище, церковь теплая, вот она как раз и получается. То есть, самому городище какого нет. А что же было это вот самое старое городище, то, что, ну, как бы, дало название, стану и название такой ошибки, ошибки, можно даже сказать, чудовищные ошибки или заблуждение. А это вот, как раз, городище возле деревни Торхова на левом берегу по реке, ну, тогда Турица, сейчас Семя Турица, там гидрологические названия гидрой не менялись по-своему, и здесь мы видим, здесь действительно городище, ну, которое, в общем-то, известно, ну, где-то, наверное, века с 14-го, видимо, это как раз то самое городище, то самое место Тула, которое упоминалось в договорах московских и рязанских музеев, а также и литовских с рязанскими, то есть на протяжении 14-15-го века. И что самое главное, что одно дело, все-таки, вы можете сказать, одно дело город 14-го века, 15-го даже, другое дело, вот эта вот крепость начала 16-го. Ну, тут вот, самое главное, ну, я тут просто выбрал самые красивые рисунки, но производившиеся там раскопки показали, что самые поздние укрепления этого городища были возведены не позднее начала 16-го века, и слои, которые там обнаружились, они синхронны как раз времени строительства Кремля. И, ну, подобные вещи, было найдено много хиатических находок, особенно, конечно, вот связанные с воинским искусством, это различные споры, в большом количестве споры и стримина, и много чего остального. Но, как бы сказать, это вот как раз и стало одним из основанием идеей, что деревянная крепость была разведена как раз на старом пиранише, на старом месте, на месте старой пылы, а потом, спустя какое-то время, когда, ну, когда прошло время, когда стало видно, что крепость не обеспечивает оборону этого района, видимо, был построен каменный крем на нашем современном месте, который стал вот как раз нашим родственником. А вот еще, да, вот еще разные все четыре воинские штуки. Продолжение следует... Продолжение следует...